А пока печальная новость. В Москве скончался Фазиль Искандер, всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Его книги понятны каждому и любимы всеми. «Тринадцатый подвиг Геракла», «Кролики и удавы», «Человек и его окрестности», «Школьный вальс» и, конечно, «Сандро Исчигема». Рассказывая о жителях маленького абхазского села, Искандер говорил о самых важных вопросах, которые ставит жизнь. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Фазиля Искандера всем поклонникам его творчества и таланта. Писательский поселок Переделкино в Новой Москве. Последняя съемка 87-летнего Фазиля Искандера на прогулке с женой несколько дней назад. Снимал многолетний его сосед, поэт Константин Скворцов. Еще вчера, вот за этим окном, до двух часов ночи Фазиль Абдулович работал. И так было каждый день. Он два часа дня садился и до двух часов ночи работал. До последнего вздоха, можно сказать. Действительно, когда сегодня он утром умер, практически у меня на руках, у него были открыты книги на столе еще. То есть это вот настоящая писательская смерть, когда до последнего вздоха. «Сандро Исчигема» – знаковое произведение Фазиля Искандера. Удивительное дело, кто-то называет его романом, кто-то сборником рассказов. Сам Фазиль Абдулович говорил, что это просто жизнь. И несколько лет назад рассказал нам о своей тайне. На самом деле, его герой Сандро был вовсе не из Чигема, а из абхазского села под названием Джгярда, где родился его дед. И всех героев Искандер взял оттуда, а название заменил на Чигем. Я не стал называть название села деда, потому что по-русски оно трудно произносится. И я решил заменить его словом Чигем, которое гораздо проще на русском языке звучит. Абхазец иранского происхождения. Он всю жизнь писал на русском. Его полюбили сразу же после выхода первого сборника стихов. И первой же книгой прозы «Созвездие Козлатура», написанной в 1966-м, зачитывались. Яркий слог, своеобразный, тонкий юмор. Для властей тогда он был отличным представителем советской многонациональной литературы. Его много печатали. А он сам портил отношения с теми, кто был наверху. Я подписывал все письма, которые ко мне обращали по поводу арестованных политических и так далее. И каждый раз власть очень остро и злобно реагировала на это. Много нервов не попортил. 1979-й. Легендарный, сам издатовский, отпечатанный не в типографии, а на машинке и размноженный среди своих всего 12 экземпляров, литературный альманах «Метрополь». Искандер – это он, с журналом в руках среди авторов. Поплотились все, кто рискнул там напечататься. Белла Ахмадулина и Владимир Высоцкий. Виктор Ерофеев и Василий Аксенов. Ему же, ко всему прочему, досталось еще и за название рассказа. «Маленький гигант большого секса». Так литературные произведения в СССР называть было нельзя категорически. После «Метрополя» Фазил Искандер попал в опалу. У Сандро Исчегема наступили тяжелые времена. Кто ты, Абрык? Я Сандро Исчегема. А-а-а, Чегем. Единственной связью с читателями тогда оставался сам издат. Пиры Валтасара, кролики и удавы. Тысячи его читателей перепечатывали их втихаря и передавали друг другу. Сам издатовская карьера завершилась в конце 80-х с перестройкой. Тогда ему снова стали звонить из издательств, а на экраны вышли фильмы по его рассказам. «Воры в законе», «Пиры Валтасара». Но как раз в это время Искандер, как он говорил сам, узнал, что больше нет тех сел в Абхазии, которые он описывал в своих книгах. Жизнь в горах изменилась, люди стали перебираться в города. Абхазское село Чегем исчезло с карт. Тогда Фазиль Искандер окончательно перешел на стихи, с которых и начинал. Пишут стихи, а прозы не пишутся. Что-то, может, временно ушло, и на прозу меня не тянетесь. Среди писателей-шестидесятников Фазиль Искандер был самым улыбчивым. Он говорил, если человек посадил виноградник, создал вещь или написал книгу, у него есть повод для оптимизма. Созидание улучшает настроение. Его надо читать. Вот самая лучшая память. Все его творчество посвящено тому, как он сам говорил, чтобы простому человеку было чуть-чуть легче в трудной жизни жить. Вот. И для этого его надо читать. Читая его, мы больше очеловечиваемся. Ведь он писал о жизни. Послушайте, ты человек, но поживи-ка и выживи, и много дней живи, как эта ежевика, жизнь выжимая из камней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok